Выписать денисы значит отправить умирать. Безумный попал в ФМБА с пневмонией, а теперь врачи не могут его усилить, ведь тогда он окажется на улице. Мужчина не может ухаживать за собой сам, а органы соцзащиты не торопятся взять его под опеку. Михаил Ленивцев разобрался, что делать, когда человек есть, а дома у него нет. Меня подобрал Стихна в скорой. В последние месяцы для Дениса как в тумане. Скорая подобрала его на улице почти в коме и везла в больницу. Оказалось, ему тяжелая пневмония и почти отказали. Сейчас его бы ушить и отдать родственникам, но ни родственников, ни дома у Дениса нет. Являясь представителями гуманной профессии, мы не можем этого пациента, учитывая температуру за окном, выгнать на улицу. Поэтому он у нас в настоящее время находится, он находится под наблюдением. Денис же пока строит планы на жизнь. Вот пройдут ноги, восстановится речь и пойдет в церковь. Хочет стать послушником. Я уже в этих конах придумал, захам делать. Вот только вряд ли суно. Ухаживать за собой в ближайшие годы мужчина вряд ли сможет. Сейчас от этим занимаются медсестры. Вместо... помогая тем, кто сейчас лежит и болеет. В середине сентября врачи пытаются передать Дениса тем, кто и должен ему помогать органам соцзащиты. Ответ очень... скажем так. Здесь выяснилось, что пациента невозможно куда-то определить в край без инвалидности. Хотя с точки зрения законодательства на сегодняшний день нуждаемость в социальных услугах никак не обусловлена инвалидностью. Там парируют. Да, инвалидность оформить нужно. У него нет дома, дорога ему одна. В пансионат Центра социального обслуживания. А заниматься оформлением кроме врачей некому. Вот и собирают все документы, хотя и обязаны. На сегодняшний день не хватает справки о том, что этот человек признан инвалидом. К сожалению, этот человек не является ни пенсионером, ни инвалидом. И у нас это правовое название для оказания ему таковых услуг. По сути, говорят юристы, это правовая дыра. Если человек один и без дома, никто за ним не будет ухаживать без инвалидности. И Денису еще повезло. Работать кормят и готовят справку. А скольких могут просто выписать в пустоту. Михаил Ленивцев и Дмитрий Кочетков. Новости Прима.